Мишка Хоккеист Мощнейший Мишка Хоккеист Слушай, а какая ностальгия, Лариса Иссана, вот эти четыре буквы, а? Вот эти вот СССР, Мишка Ну просто, ой Ты представляешь, как Миша Миша, 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 Миша Легенда 17 О, это намек, что там Даня Козловский? Миша, а ты в жизни в хоккей играешь? Нет А ты родился в СССР? Почти Где-то на стыке Между С и Р Ну вы заметили, что Мишка очень высокий Очень Да, да, мне кажется, что это Андрей Григорьев-Аполлонов стоит там Рыженький такой же Нет? Нет, нет Что скажет эксперт по Андрею? Андрей так сочно не говорит, он шепчет Не, Андрей же на гастролях с Иванушками сейчас Не, это Маша Распутин, точно А Дробыш может быть там? Дробыш? Он может быть везде Он выше меня Ты сейчас как, ты какого Дробышу имеешь ввиду? Так вот знай, он ниже уже Миша, скажите, а вы в кино играете? Каждый день Вся жизнь кино у Мишки, как оказалось А вы на шпагат садитесь, нет? Только за деньги, Иосиф Умеет ли делать сальто? Нет На все нет Ни сальто, ни шпагат Ты намекаешь на Газманова? Нет, это не Газманова Слава, вопрос к тебе Да А можешь ли ты широко раскрыть рот Мишки и посмотреть, кто там? Я не буду так рисковать Потому что Мишка, судя по всему, очень мощный человек Вот цифра 17, как у Валерия Харламова была Это не подсказка? Ваша фамилия не Харламов? Почти Батрудинов? Почти Джиган, ты что ли? Джиган Почти Почти Джиган Ну и смотрите, если не Батрудинов, ни Харламов и не Джиган, это Леонтьев Вот такое умозаключение А Тимоти может быть там? Тимоти Вы актер театра? Нет А в сериалах вы играете? Нет А мне нравится версия Тимоти Хорошая версия А какая у Тимоти была версия? Тимоти или нет, да Но я знаю, что сегодня Мишка-хоккеист пришел не с пустыми руками Он приготовил для всех вас небольшой сюрприз А этот сюрприз называется «Подсказки» Всем привет! Я Мишка-хоккеист Посмотрите, какой я красивый и спортивный Почему я не сплю в разгар зимы? Все очень просто Зимой спят только ленивые медведи А настоящие хищники всегда в движении Давай проверим, кто больше отожмется Ты пока начинай, я потом похвачу Вообще, если честно, я родился не в тайге и не на Северном полюсе Я родился там, где полно зеленых лесов и парков Малины и цветов, с которых пчелы забирают вкуснейший мед Мед Почему я не остался там? Потому что перелетные птицы рассказали мне о белом-белом снеге О морозных даях и огромных суглобах И вот я здесь Правда, пришлось идти очень долго Потому что птицы летать меня так и не научили Тяжелые, что ли? Или кости мне широкие? Кстати, я не косолапый Вот, посмотрите, как я ловко бегаю Давай вставай на ворота, а я тебя пробью Эх ты, трус А трус, запомни, не играет в хоккей Наверняка там жили ребята посмелее и повеселее Так что, парни, бывайте Пора мне на лед В смысле, на сцену Дайте шум Шайбу, шайбу, шайбу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кicking you in all over the place. Семаки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мишка-хоккеист просто прокачал, взорвал всю судию! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я таких лиц у наших членов жюри не видел очень давно. Очень рассеренные. Или это просто безумное удивление? Тимати. Это Тимати, ребята. Это Тимати. Прямо сто процентов. Это Тимати. Тимати. А можно версию еще? Нет, это версию. И Дюжев. Судя по росту и по тембру голоса. Дюжев очень хорошо поет. Здесь я хорошего пения не слышу. Но здесь был классный грув в куплетах. И это может быть Тимати именно из-за грува на куплетах. Единственное, Тима хорошо говорит по-английски. Да, и на американском английском говорит. А мы will сказано по-русски. Он на американском говорит. Может, это Гоша Куценко? Мы will сказано по-русски. Гоша Куценко, кстати, может быть. Ребята, это Гоша Куценко хорошая версия. Хорошая версия. Гоша Куценко. Он же сказал, что он играет. Кто придумал? Он же говорил, что он актер в театре и кино. Кто сказал Гоша Куценко? Я сказал. Браво. Мне нравится, как Филипп Бедросович. Спасибо. Это Тимати. Кто сказал? Кто сказал Куценко? Браво. Куценко. А может, это Максим Аберин? Это нормально. А помните, когда спрашивали, когда ты родился в СССР или нет? Он сказал, на стыке. Может, это не лето? Вот у меня тоже такая версия сейчас. У вас есть на шее наколка? Нет. А на спине? На спине есть? Один-один. Мишка, а ты играешь на каком-то музыкальном инструменте? Нет. Мишка, а ты нам можешь что-нибудь зачитать быстро? Рэпчик какой-нибудь? Я не умею. Мишка, ты врушка? Глобальный вопрос. Как и все мои. Я не врушка. Я сказал, все мои. Мне кажется, что это актер все-таки. Да. Или спортсмен, ребят. Мишка, ты говоришь по-французски? По-французски? Может быть, футболист? А может, это и Дени Плющенко? Нет. А у вас дети есть? А как же? Медвежатки маленькие. Двое, трое, сколько? Сколько? Это не важно. Много. А жена у вас известная? Мы знаем вашу жену? Я не знаю. Она сейчас в зале? Нет. А мы знакомы, Мишка? Мы не знакомы были до Советского Союза. Значит, Мишка иностранец? Почти. Диана, а как вам рок-исполнение в Мишке хоккеист? Он справился с этой категорией? Ну, он больше хоккеист, чем рок-музыкант. Вообще, я думаю, что это актер. Причем, я думаю, что это актер такой не очень юный. А знаете почему? Потому что он умный. Обиделся. Мишка, аккуратней. Мудрый, мудрый. Мудрый, мудрый. Далеко не ходи. Да. Мишка, у вас костюмы красные и белые. Это твои корпоративные цвета? Да. Либо Кока-Кола, либо Камеди. Мне понравилось. Кто-то сказал, что таблетка заканчивается. Жиган! Если он сделает три шага вперед, мы узнаем. Славочка, а ты можешь встать рядом с Мишкой? Пожалуйста. Вы переживаете за Мишку? Я хочу измерить Мишку. Я не хочу, чтобы вы упали оба просто. Вот и все. Все, Мишка, не переживай, ты в безопасности, я рядом. Хамали на ваи, может быть, нет? Как думаете? Вот сейчас, да, может. Пусть будет хамали на ваи. Прямо сейчас, да. Стас, есть версия, кто Мишка хотел? Да, есть версия, и я хочу ее сказать, потому как я понимаю, что я здесь будущий председатель жюри, поэтому так и буду говорить, как говорит председатель жюри. Саша Маршал, здравствуй, Саша. Я узнал тебя, Маршал. Маршал, снимай, Саша. Хорошая версия. Саша, хорошая версия, у меня плохих не бывает, плохие вот там в золотом. Саша, это Маршал, Саша. Уже вошел в роль председателя, смотрите. Я посмею предположить, что это мой коллега Андрей Аверин. Хорошо, принято. Лариса Александровна. Гарик Харламов. Отлично. Анатолий. Дмитрий Дюжев. Джонни. Без вариантов. Аплодисменты. Но нет. Мариночка. Такой смех был знакомый. Но если бы это был Харламов, там бы хрип отца, вот это она никуда бы не делась. Это не Харламов. И он не залез бы в жизнь вообще, ни в какой костюм. Судя по тому, что у Мишки... Не понимаю, но, наверное, все-таки актер. Нет версии. Какой-то актер. Принято. Кирилл. Ну, я придерживаюсь версии, что это может быть Гоша Куценко. Гоша Куценко. Мне бы хотелось, чтобы там был Игорь Бутман. Принято. Стас Пьеха. Пускай это будет Никита Пресняков, даже если я облажаюсь. Принято. Марк Тишман. У меня нет одной версии, но я сразу хочу сказать, что это не может быть Тимоти, Джиган и Хамалей на Ваи по одной причине. Тот, кто скрывается под маской Мишки, сказал слово «пожалуй». Эти люди не сказали. Не употребили бы слово «пожалуй». Марк. Пожалуй. Нет версии. Принято. Версии членов жюри. Кто же может говорить слово «пожалуй»? Александр Рева. Дмитрий Харатьян. Хорошо. Валерия. Шура. Шура. Принято. Диана Арбенина. Баста. Тимур Родригес. Игорь Верник. Принято. Филипп Бедросович. Как бы мне было бы неприятен и неприятно соглашаться с этим человеком, но я вынужден, на мой взгляд, признать его правоту в том, что там находится Александр Маршалл. Александр Маршалл принято, друзья. Все версии мы зафиксировали, но совсем скоро мы узнаем, кто раскрывается под маской Мишки-хоккеиста. Итак, все вместе. Маску! 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 Участник группы «Арак» «Цветы» парк Горького, рост музыкант Александр Маршалл! Ты мой друг! Отныне ты мой друг! Моя правая рука! Спасибо! И мне тоже спасибо! Я узнал! Я узнал! Угадал я! Я угадал! Я угадал! Я угадал! Я угадал! Я угадал! Я угадал! Нет, а первый, кто сказал? По-моему, Рева, да? Одну секунду! Так, я... С такими темпами ты никогда не знаешь, меценателям! Повторил он, а угадал я! Я сейчас попрошу продюсера, чтобы тебя вырезали, и останусь с догадкой только я. Поэтому веди себя прилично, пока я еще не договорился с руководством. Здесь угадывает только один человек. Ой, Саша, как же я тебя не знала, дорогой мой! Ребята, перед нами же легендарный музыкант, совершенно фантастического коллектива группы Парк Горького. Вот, СССР, самый популярный коллектив Советского Союза, на стыке времен, на самом деле. Ты правда сказал? А мы не поняли. Я могу сказать только одну вещь. Когда мы записывали этот трек, и я пробовал, значит, это все делать, и все узнавали. И что мы только не делали, пока я не спел вот таким вот образом. Это вообще не знаю, как получилось. У меня такого никогда не было. Видимо, жареный петух, как говорится, вот, надо было. Ну вот поэтому мне очень приятно. Я хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. И наши хоккеисты лучи в мире. Дорогой, ну как же мы тоже не проассоциировались. Диана, а каково было ваше удивление? Сказал, что это не рок-музыкант. На минуточку. Это ты сейчас... Тут у нас, конечно, да. Дианочка облажалась в новогодний вечер. Нет, я имела в виду, что Мишка чересчур интеллигентен для рок-музыкантов. Серьезно? Спасибо, дорогая. Но вот этот довод... Вот это я слышу впервые вообще интеллигентен. Но вот этот довод Марика Тишмана, ребят, это гениальный довод. Маршал! 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 Браво! Браво! С Новым годом! Счастье! Пришло к нам... Мишка-хоккеист, Александр Маршал. Все, я переписываю в телефоне. Мишка-хоккеист. Мишка-хоккеист.